Всем привет! Это Ария Нахимки и это фунтбет Кубок России. Это путь регионов и вроде бы его сетка привлекает меньшее внимание, нежели то, что происходит в пути РПЛ. Но сегодня встреча статусная, яркая, очень представительная. Торпеда здесь в Химках на стадионе, который когда принимал и финал Кубок России, здесь СССР отыгрывал Рубин в решающей встрече. Так вот, торпеда сегодня здесь принимает Балтику. Это интересно, это очень сюжетно и, надеюсь, это будет событий наших. Мне кажется, здесь самое сложное будет посчитать болельщиков Балтики. А вот удар поворотом и здорово отбивает его перед собой Егор Любаков. Балтика пришла в штрафную торпедовцев, а вот Иосифов выпрыгивал для того, чтобы за этот мяч побороться. И будет продолжение прострела и показывают игроки Балтике, что мяч попал в руку. Пенальти. Пенальти назначает Евгений Галимов, а мы будем сейчас смотреть повтор. Пошел разбег бразильца, удар, гол. Гол. 1-0 Балтика повела. Ну и громче становится на трибунах. Все потому, что за Балтику сегодня болеют, конечно, гораздо активнее. И я не знаю, будут ли включаться, в принципе, болельщики торпеда. Готовы ли они сегодня это делать? Тяжело проходит его адаптация. И мяч уже в штрафной. И вот как раз Комара с мячом удар. Ведь попадает в штангу. Даже ударом назвать тяжело, да. Потому что совсем слабо по мячу попал Мамаду Комара. И тем не менее, он мог заползти в ворот. Отлично. Можно продолжать. Титков сделал передачу направо. И вот еще один. Еще один пас. И еще один гол. Браво. Это Илья Степанович. Еще недавно торпедовец, который всем своим видом показывает, что буковка Т в сердце осталась. Он не празднует, но это не отменяет того же Степановича. Только что удвоил счет. И очень спокойно реагирует скамейка Балтики, запасные Балтики на этот гол. Только Юрий Ногайцев единственный, кто этот гол отпраздновал по-настоящему. И посмотри. Здесь все здорово было сделано. И вот эта передача от Малярова, которую, конечно, мог прервать защитник, но несчастный случай для обороны торпеда. Об этом, может быть, поговорю во втором тайме, потому что первый тайм заканчивается. Заканчивается антакой Балтики. Вот еще один удар. 3-0. 3-0 в пользу Калининграда. Вот так это происходит. И вот она реакция Юрия Ногайцева. Ну что ж, друзья, это Иван Зазвонкин. Он заработал пенальти в случае с первым голом. Ну и он устанавливает, видимо, уже окончательный счет первого тайма. Торпеда 0, Балтика 3. И давайте еще раз посмотрим, как талантливый динамовский юниор все здесь сделал. Здорово убрал защитника на замахе, а потом посмотрите, какой удар под дальнюю штангу. И после этого, да, свисток на перерыв. Торпедовцы не понимают, как это произошло. Опять же, моментами в этом тайме торпедовцы владели игровым преимуществом. Зазвонкин, он, наверное, и был главным героем первого тайма. Хотя тайм однозначного впечатления не оставил. Опять же, осеннего раунда в пути регионов. Тем более, что и сейчас команда идет вперед. Доходит до штрафной торпеда. И передача. Точный удар. 4-0. 4-0. И это дубль Фернандеса. Алекс Фернандес забивает еще один гол. Очень красиво в касании сыграл бразилец. И как легко эта атака дошла до ворот торпеды. И, по-моему, голевая передача на счету Зазвонкина, то есть обменялись. В предыдущем голе Алекс на Зазвонкина тот забил. Теперь наоборот. И ты знаешь, удельный вес вот этой передачи, мне кажется, он повыше. Там-то все сделал Зазвонкин. А здесь посмотри. Алекса нужно было только ногу поставить. Все сделано. И теперь штрафной удар по воротам. Мяч проходит на перекладины. И вот, наконец, возможность молодому Никишину и Савицкому выйти на поле. И снова игра в пас на коротке. И удар от Аракли Манелова. Пацаны, попробуйте встречать. Ну и просьба своим защитникам от Егора Любакова. Вот теперь только дал свисток для того, чтобы этот стандарт разыграть. Никого не коснувшись мяча, попал в штангу с внешней стороны и дальше ушел за пределы поля. Это было не опасно. Ой-ой-ой, здесь момент. Ой-ой-ой, и Любаков сейчас выскочил из ворот. И, по-моему, по-моему, это Александр Осипов. Удар заблокировал. И номинальный центральный полузащитник, сегодня играющий в центре обороны, по-моему, это он выбил мяч уже из оставленных вратарем ворот. И вот еще один момент, когда просто не попадают торпедовцы уже в пустые ворота. И вот теперь торпеда сохраняет амбицию выхода в Премьер-лигу в этот сезон, но уже точно не сохраняет никаких амбиций в Кубке страны. Торпедовцы вылетаются, и дальше идет Балтика. 4-0. Победа уверенная по счету. Ну, это тот случай, когда, наверное, счет не совсем отражает игровое содержание. Субтитры создавал DimaTorzok